Секс. Возвращение в мир. Макс Пейн. Это восьмая серия, в которой мы попали в квартал, который находится под контролем у итальянской мафии. Собственно, и контролирует его. Винни Гоните, помните? Этого несчастного псевдобандита. Ну что, сами же и поторвались, идиоты? Нет, не все, к сожалению. Ну так вот, продолжу про Винни Гоните. Я думаю, вы помните этого несчастного псевдобандита из первой части Макс Пейна, за которым он гнался по крышам. Потом он истек, выбил с него всю информацию и оставил истекать кровью на заснеженных крышах одного из городов Нью-Йорка. Но этот подонок выжил. Вообще, если вы заметили, в Макс Пейне очень многие выживают после, казалось бы, критических ранений, падений, ударов и взрывов. Ну, как-то так, знаете, как в фильме «Последний герой боевика», я думаю, можно применить это обобщение и к игре Макс Пейн. И вот теперь он тут какую-то роль играет во всем этом сюжете, но, судя по всему, опять маленькую, потому что злой гений... Совсем недавно значки V можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах, в могиле этого чудовища. Кстати, да, одна из самых, пожалуй, таких аутентичных... Одно из самых аутентичных мест в Макс Пейне, оно так напоминает первый, как никакой другой уровень, согласитесь. Все эти трущобы, надписи V, эмблемы, итальянская мафия, Винни Гонити. Как будто мы действительно попали в первую часть Макс Пейна, но только с улучшенной графикой, физикой и с другими задачами. Да, здесь злой гений. Наш бывший друг Владимир Лем. И мы сюда прибыли именно за ним, потому что знаем, что в следующем списке его планов это убийство Винни Гонити. Хе, неожиданно. Весь квартал был районом боевых действий между людьми Влада и бандитами Винни. Да, Макс Пейн четко расставил точки над и людьми Влада, и бандитами Винни. То есть у Влада серьезные люди, но мы видели, это бывшие, наверное, сотрудники спецназа или что-то типа такого. Или купленная какая-то частная полувоенная организация. А у Винни обыкновенный толстый итальяшки с беретами. И, конечно, они никоим образом не справятся с таким напором от Влада. Только если мы им не поможем. Так, ну здесь можно спуститься вниз, нам это не надо. Эй, парень. О! Я тут на дикой судью хочу посмотреть, а не на твою заднюю. Что? Что? Еще мне бомжи всякие не хамили. Я чувствовал светло. И изо всех щелей вылезли, как и на патруковцы в дорогих гостях. Утру они все будут отеки. Мешки для труда. Господи, купейте его. Упейте его. Это можно? Нет! Слушание твоего дела состоится в городском море. На моем лице застыла жуткая кремаса. Я выглядел как сама месть. Все. Дик Джастис. Вообще нравится мне. Стоянка, где жил Винни, была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице. О, солочи! Прекройте меня, блин! Подобегай! Мне нравится этот Дик Джастис сериал больше, чем другие. Это всякие другие лорды. Больше у него мне нравится, только адрес неизвестен. Так жалко, что его очень мало показывают. По телеэкранам. Он такой крут. И, конечно же, это является как бы стебом на самого Макс Пейна. И выглядит он там еще так смешно. А-ля 70-е. Конечно, разработчики из Remedy Entertainment не лишены самой иронии. А это главное. Да, как в старые добрые времена, когда мы барыжили Ви. Вот они. Барыжили Ви, сволочи. Известно, чем вы все занимались. А, собственно, это этот наркотик пропал с улицы. Только благодаря Макс Пейну. Потому что он убил Николь Хорн и расстрелял, собственно, взорвал завод по изготовлению этого наркотика. И всех его подельников также убрал. Распространителей. Так что Нью-Йорк должен был быть обязан Макс Пейну за то, что наркотик Фьюшелл судится. Конечно же, святое место пустое не бывает. И его заменили каким-нибудь героином. Или более дешевыми его аналогами. Каким-нибудь метадоном. Но вот от этого наркотика Макс Пейн город избавил. Так, так, так. Собственно, нам, значит, наверх. А, ну, конечно же. Конечно же, здесь надо пробраться. Ух ты! Как они вовремя выскочили, сволочи. Где его есть, гады? Снизу-то стреляют, наверное. Подарочек. Что, остался кто жил? Остался. На еще. Так, а это они... Ох ты, поднялся уже. Какой мобильный был. Знакомая и приятная уже ситуация с нашим здоровьем. Оно близко к критическому. А даже, пожалуй, таким и является. Но это, повторюсь, в сотый раз только заставляет меня играть еще. Поэтому нормальная ситуация. Привычная, стандартная. Ух ты! Тоже, что ли, поднялся? Смотрите-ка. Так, ну что, пожалуй, здесь все. Надо отправляться дальше. Вообще, какая мерзость, да? Эти трущобы. Что это, итальянская мафия живет в таких трущобах? Да, уходить. В смысле как? Правой ногой левый, правой левый. Нет, я имею в виду, ты ушел от нее или нет? В том-то и дело. Нельзя выбрать, в кого втюришься. Зато можно выбирать. Поцеловать ее или пристрелить. Да, похоже, ты прав. Спасибо, Вегас. Слышь, не размекай. Постой здесь, а я схожу наверх, осмотрюсь. Поздно. Нифига себе, он выжил. Ну что ж, у него было разбито сердце, а мы ему еще и пробили голову. Вот такой вот каламбур получился. Вспомните итальянскую мафию времен. Сейчас будто автология игры мафия. Hello's Heaven. Как там все у них было чинно, благородно. Чертовы акробаты. Ну, как бы намекают, что нам тоже надо так пройти. Но давайте посмотрим. Может, что интересное останется. Осталось нами незамеченным здесь. Смотри. Ух ты! Простите, сэр. Не могли бы вы помочь простой деревенской девушке? Я первый раз в городе. О, сэр. Я знала, что здесь все больше. Можно потрогать? Я не могу удержаться. Да. Да, 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 да. Что за мерзость? Двое жирных итальяшек смотрят порнуху. Ребята, на-ка согрейтесь. Так, и для чего мы сюда пришли? Только за этим? Ах, нет, вот для чего. Четыре более утоляющих. Позволило Максу полностью встать на ноги. Конечно же, это ненадолго. Так, ничего здесь. Нет, ничего. Ну да, это того стоило. И теперь попробуем мы себя в роли акробата. Очень неудобно сделано в Макс Пене вот такие вот аркадные штучки. Но, тем не менее, мы справились со всем этим. Эй, где ты был, черт тебя дери? Пиво-пиво. Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют! Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем. Э, че это я вперед? Я не хочу спереди идти. Вот так вот, да, давайте, ребята. Надо не дать этим русским добраться до вас. Да, не дадим им добраться до... Эх, капитана. Ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключение капитана Большеголового гони. Все, хватит! Пора дело делать. Здесь как из ведра льет. Такую погоду хороший хозяин. Развивайте. Когда появятся уборщики, на нас дождь и свинца польется. Так, ребят, ну я тут всю инициативу вам, конечно же, отдаю, пожалуйста. Разбирайтесь друг с другом. Я так, сзади ситуацию проконтролирую. Ну, пока неплохо действует оперативная тройка гоните. Ну, теперь, боюсь, вам будет не очень хорошо. Но я пока с инглема постреляю, так что патроны на хорошее вооружение не утратить. Да, боюсь, что придется мне самому браться подъем. Чрезвычайная тройка гоните приказала долгожить. Ох, здоровская все-таки миссия. Это особенно, как я уже повторюсь, люблю находиться на улицах. А здесь они сделаны достаточно правдоподобно. Скажем так, очень много мелких деталей. Действительно, как бы, никакого такого диссонанса не возникает. Как в первом Акспене, там, конечно, улицы, скажем так. Они мне тоже там нравились, но они, скорее, будут такие условные. И, конечно же, такого ощущения, что ты находишься на открытом пространстве, не вызывали. Здесь, конечно, намного получше сделано. Хотя и в первом Акспене, чего уж там мне нравилось быть на улице, когда идет снег. Это было здорово. Так, нам куда? Сюда, наверное. Ну, давайте посмотрим, чтобы, от нашего взгляда, ничего не ускользнуло. Здесь дверь закрыта. Так, что будет, если взорвать эти бочки? Ух ты! Тайное место! Вот, честное слово, я до этого не знал про него. Совершенно случайно так вот у меня вышло. Ну, здесь патроны для стайкера. Я, как уже говорил, не люблю его использовать, поэтому... Большая их часть так и осталась валяться. В том секретном месте. Ещё, друзья. Подарок. А там настоящая война. Давайте почку разорвём, чтобы вам там веселее было. Чёрт. Прикольно. Ну, думаю, никто не видит после такого фейерверка. А у Максвейна очень мало жизней тем временем. Блин! Ну, почему это случилось именно со мной? Всё шло замечательно, а теперь полетело к чертям! Чёрт! Нет! 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 Мой дорогой друг называется глава с от номером четыре. Пэйн, ну спасибо. Только тебя и жду. Почему мне так не везёт? Пэйн, спаси меня! Тут бомба, мать её! Сниму голову и привет! Нет, большевики! Ты ж полицейский! Спаси меня, сука! Как тебя угораздило? Этот русский, поману меня! Не тебя одного. Я тебе помогу с ним расквитаться! Честное слово, помогу! Только спаси! Замётано. Повторите. Они меня убьют! И должен меня защищать! Надо выбираться отсюда, через задний двор! Я не поверил обещаниям Винни помочь мне, но я был готов на всё, чтобы расстроить планы Влада. Пэйн, прикрой меня! Прикрой меня! Нам надо пройти здесь! Пэйн, чего ты ждёшь? Спаси меня! Ух, моя самая нелюбимая миссия – защищать Винни Гонити. Как видите, значок с его здоровьем появился слева внизу экрана. В отличие от нашего здоровья, оно полное. Ты! Этот Винни, засранец тот ещё, постоянно лезет поперёк бабьки в пекло и, конечно же, выхватывает. Поэтому тут... На него нельзя отходить ни на шаг. Неройен сейчас куда-нибудь выскочит и получит пуду. И тогда бах! Все благополучно и красиво взорвались. Таблеточка перепала. Пэйн, я пошёл! Пэйн! Вообще, конечно, блин, не знаю. С одной стороны, здорово придумали. Интересно и прикольно и необычно. Но с другой стороны, всё-таки Макс Пэйн – это нуар. Боль, отчаяние, страх и депрессия. Вы слышите, увлётесь! Вы сдохните! А тут этот комик как-то негативно влияет на атмосферу. Но, тем не менее, веселость его облика компенсируется серьёзностью этой миссии и врагов, которых неимоверно большое количество. Они лезут со всех щелей, как тараканы, которые бегут из духовки после того, как ты её включил. Поэтому нам некогда даже любоваться на этого красавца в смешном костюме. А только ей приходится делать, что отстреливаться. Хорошо, что мы сэкономили такое количество гранат. Здесь они нам очень сильно помогут. Если не успевать их отстрелять на подходе, мы дождёмся того, что они уже будут лезть в окна со всех сторон. А это очень-очень круто. Потому что, если они пролезут в окна, у них первая очередная цель — это Винни. А убить Винни — это двух тропатронов, по-моему, скалашин. Так, ну что, всё? Нет, не всё. Нам надо идти, Пейн! Да, я тоже так думаю. Возьмём, пожалуй, карабин М4. Самое серьёзное оружие выглядит. Так, таблеточка, отлично. Так, ну нам нельзя далеко отходить от Винни, поэтому я буквально здесь пунктиром. Вот так вот, видели? Чуть-чуть, запознали, и всё. И вы бы убили. Сюда, Пейн! Мы можем выйти через заднюю дверь! Он ещё так смешно крякает, когда наступает. Таблеточки. О, чёрт, о, чёрт! Я не пролезаю! Не пролезаю! Бомба взорвётся! Чёрт! Что же делать, Пейн? Что делать? Думай, думай, Винни, думай! Так, ладно, мы вернёмся через холл к лифту. Там мы пройдём. Давай, Пейн! Прикрой меня! Убей их, Пейн! Смешно. Я, говорит, не пролезаю. Не пролазю. Так, а что там было во дворе-то? Ух ты! Кап... Как это вовремя? А так бы они в спину нам зашли. Ну, в принципе, почти так и получилось. Только этот придурок сначала кричит огонь, а потом стреляет. Если бы он начал сначала стрелять, боюсь бы для меня всё закончилось намного хуже. Так, ну чё, где-то есть. Придурок. Ещё ходит так смешно. О, таблиточки. Давай, давай, давай! Я не могу тебя ждать, Пейн! Пора сматываться! Не может меня сдать, ждать. Ну, давай, сматывайся. Только там не попади никакую передряду. Какие красавцы. Давайте попробуем, может, здесь соберём... Калаша здесь много, судя по всему. Ингрэм, МП5. Да, они тут кто с чем. Так, там по нему уже стреляют. Ой-ой-ой, смотрите, как уменьшается его здоровье. Смолочи. Откуда вы взялись? Я ж тут всё зачистил. Вот он. Приехали. А, это чьё? Чьи апартаменты? Твои, что ли, Винни? Останови их, останови их! Бомба может... Фига себе, это ты вот в этом вот... В этой клааке, в этих трущобах замутил себе вот такую крутую квартирку. Правда, она больше на детскую похожа. Но, тем не менее. Ммм, да. Что? Что? Я коллекционер. Знаешь, сколько всё это стоит? Да черта! Вот сколько! Никакой это не идиотизм. Я коллекционер! Нет, 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 Пэй! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это же коллекционные вещи. Им цены нет. Пэй! Что ты делаешь? Чёрт! Не надо! Смотри, ему без головы лучше. Думай, думай, Винни. Думай. О! Капитан, бейсбольная бита. Бой. Капитан, мальчик, бейсбольная бита. Тогда уж если полностью переводить. Капитан, бейсбольная бита. Серия 169. Решающая битва между демоном Максвелла и капитаном бейсбольная бита на космической базе, спрятанной на тёмной стороне луны. Велосипедистка беспомощно бьётся в клетки, висящей над ямой с отравленными осколками замороженного плавили. Шовинист. Демон Максвелла хлопает чёрными кожистыми крыльями и атакует капитана бейсбольная бита, выпуская медленно ракеты и быстрые лучи. Ну что ж, никак не получается у капитана бейсбольная бита сразить своего противника и битва продолжится в следующей 170-й силе, надо полагать. Ой, у неё и кровать такая смешная. Приключение капитана бейсбольная бита. Вы позвонили в доставку «Счастье на дом». Это Винни. Оставьте сообщение. У вас три новых сообщения. Винни, 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 Винсент, Винсент. Ты всё делаешь по-своему, а потом просишь меня о помощи. Я говорил тебе не лезть в разборки с этим русским, но ты всё равно это сделал. А теперь ты просишь, чтобы я прислал тебе ещё людей. Нет, Винни, хватит. Сам заварил, сам и расхлёбывай. У вас два новых сообщения. Эй, придурок! Когда мы играем в воров и полицейских, и полицейский я, то я должна тебя шлёпать. А ты меня избил, козёл! Да, конечно, ты немного увлёкся. Вот что я тебе скажу, урод. Ты за это заплатишь. У вас одно новое сообщение. Винни, Владимир Лем собирается тебя убить. Зная его, я думаю, это будет бомба. Не обольщайся. Я предупредила тебя только, чтобы усложнить ему жизнь. У вас нет новых сообщений. Это интересно. Моносакс решила предупредить Винни, но это не помогло. Хотя меня больше заинтересовал первый. Ох, чёрт! Чёрт! Они идут сюда! Они уже на балконе! Мы же должны были через него выбраться! Пей! Берёшь промышленную струбцину, к одной стороне привязываешь врага, а к другой кусок арматуры, к которому приварена пуля. И начинаешь потихоньку затягивать струбцину. Пуля проходит через кожу, потом сквозь кишки и кости. Сначала где-нибудь в безвредном месте, а потом всё глубже и глубже. Вот что мы с ними сделаем. Это не научная имитация воздействия выстрела на человеческое тело. Это просто развлечение. Хех, садисты, блин. Так вот, я говорю, меня больше заинтересовал первый звонок, который означает то, что у Винни, судя по всему, какой-то новый босс появился. Скорее всего, тоже из итальянцев. Но откуда он взялся? Всех его боссов мы перебили в первой части. Дона Пунчинелла, Джека Люпина. Кого-то он нашёл действительно нового. Интересно, если мы его спасём, я думаю, он нам об этом должен рассказать. Ай, чёрт, недолёт. Жалко. Так бы они красиво сгорели в фургоне. Так, ёлы-палы. Со всех сторон летут. И на грузовиках. И через забор. Благо тут замедление компенсируется. Это вполне щедра за убийство супостатов, поэтому, смотрите, у нас практически... Они даже не практически полные. Шкала. Что мы умрём? Всё нормально. Так, леточки спрятали наверху. Думали, я не найду. Чё такое? Сейчас заедут. Ах, сволочи. Привет, друзья. Четверо. Как селёдки-бочки тут набились. Блин, нам же неудобно, наверное, там ехать. Там даже институшек нет, вы заметили? Хех. В каких жёстких условиях их Владимир Лем содержит? Как они ещё не сбунтуются? Не объявят забастовку? Мы удрали! Моя машина совсем рядом! Мы удрали! Пейт! Неужели у нас получилось? Не говори гоп, пока не увидишь, во что впрыгнул. Ну фига себе, он забегал в дверь и уже сразу стрелял. Какой высочайший уровень профессиональной подготовки. Ну конечно же, не такой, как у Макс Пейна. Пойдём, Пейн, пойдём! Пойдём. Та-та-там! Музыка ещё такая слышала. Прикольно вышла. Хотя, по большей части, было не до приколов. Винни, как и мне, нужна была Мона. Поищем Монусакс. Она обезвредит бомбу. Совсем рикнулся? Она хуже русского из той же долбаной шайки. Бред. С отчаяния я отправился искать Мону в павильон ужасов. Не нравится мне это. Макс, мой дорогой друг. Брось пушку, или будет взрыв. У меня самого в голове тикала бомба. И таблетки не помогали. Глава пятая. Куда ни кинь, всюду клин. Мона? Опять будем играть за ним? Закончив со мной и с Винни, Влад с сообщниками ушли. Не знаю, откуда взялась Мона. Могу только гадать. Явно преследовала Влада. Прощай, Винни. Макс. Видимо, его уже не застала. Иначе убила бы вместо того, чтобы искать меня. Так, кстати, Макс Коин зря наговаривает. Мы же прекрасно видели, что она его держала на мушке. Она пришла вытащить меня из огня. Но предпочла спасти Макса. Значит, она тоже его любит. Так, ну всё, покашляла и побежали. Смотрите-ка, в этой игре аж целых два уровня. С тем, как всё взрывается. Первый, это настрой площадки, когда мы играли за Макса. А вот теперь за Мону. Мы третий раз в этом здании чёртовых павильонов ужасов. Из сериала. Адрес неизвестен. Ох, боже мой, всё взрывается. И теперь, на наше счастье, здесь всё взорвётся, к чёртовой матери. Больше мы уже здесь точно не побываем. Ну, давайте действовать быстро. Но аккуратно. Потому что... Ах ты, блин. Здесь огонь распространяется. Вот это тоже, кстати, такая фишка. Я, кроме как в Макспене, больше нигде это не видел. То, что территория, охваченная огнём, со временем растёт. Во всех других играх, которые потом уже начали тоже такие вещи использовать, огонь как бы статичен и можно часами обсуждать спокойной безопасности. На месте, которое не подвержено нам. Ну, единственное, где это, конечно, исправили, это вот в Far Cry 3 и, соответственно, 4. Но это уж слишком современно и очень много времени прошло. Поэтому это не показатель. Я не пошёл туда, потому что там электричество бы нас убило, скорее всего. Надо попробовать его отключить. Отлично. Питание перешло в режим работы от генератора. И я думаю, теперь мы здесь сможем пройти. Отлично. Так. Вот, там уже рядом. Жалкую, смешную жизнь в Винне прервал Влад одним нажатием кнопки. Ха. Бедняга. Бедный ублюдок. Чё бедный ублюдок? Бандит. Наркоторговец, загубивший кучу жизней. Чё его жалеть? Так. Ну, мы совсем рядом с апартаментами Моны. Может, Макс там? Она нашла меня на полу в луже крови. Там же, где меня оставил Влад. Макс, очнись. Просыпайся. Смерть неизбежна. Мы её боимся и осторожничаем. Не даём воле чувствам. Куда ни кинь, всюду клин. Ведь жизнь – это страсть. Глава шестая. Хэппи-энда не будет. Макс. Всё относительно. Зависит от времени и места. Любовь и дружба. Жизнь и смерть. Влад отвёл меня к Моне под дулом пистолета. Водки, а потом у Винни не вышло. Но в третий раз ты не уйдёшь. Мы не можем его провести. Башка в двери застревает. Оставьте Винни в аттракционе. Ему там самое место. Я скоро им займусь. Смешно. Правда? Что? Втрескался в киллершу, которая работает на убийцу твоей семьи. Любовь зла. Чушь. Всё субъективно. Правильное, неправильное. Добро и зло. Уоден запугивал окружного прокурора. Послал ему данные на проект Волгала. А поплатилась твоя семья. Мона вроде меня. Только за Уоденов убивает моих союзников. И что? Ну и что смешного? Прости, но ты же сам понимаешь. Ты бы этого так не оставил. Эйнштейн был прав. Время зависит от положения наблюдателя. Под дулом пистолета оно замедляется. Мимо проходит вся жизнь. Все разочарования. В эту долю секунды ты можешь прожить целую жизнь. Кроме того, джентльмен всегда мстит за оскорбления, нанесенные его даме. Ты же убил Уинтерсон. Можно подумать, ты её любил. Да прям в голову. Макс, как ты вообще выжил? Ну, как я уже говорил, Макс Бейнни все выживают. Во сне я был невидимым призраком, витающим возле моего собственного тела. Детектив Бейн, босс уже здесь и ждёт вас внутри. Надеюсь, вы ещё не завтракали? Зрелище отвратительное. Очередной кошмар Макс Бейна. Третий уже за игру. Убийство в пылу страсти. Дело как раз для тебя, Бейн. Только ты сможешь его раскрыть. Пуля в голову. Убийца ищет ответ, но не там, где надо. Он должен искать ответ в своей собственной голове. Подозреваемый готов для опознания. Поторопись, Бейн, или упустишь его. Сердце остановилось. Проклятие. Мы его теряем. Шесть миллиграммов надежды. Заряд. Полиция Нью-Йорка. Бросить оружие. Что ты будешь делать, парень? Если присмотреться, мы все в чём-то виновны. Ух ты. Макс Бейн атакует сам себя. Она выкрасила свои волосы в красный. Не стирай надпись. Плоть павших ангелов. Пожалуйста, не убивай меня. Не убивай меня. Ты победил. Победил. Забирай всю торговлю оружием. Забирай всё. Только отпусти меня. Не убивай. Отпусти меня. Винсон. Мой дорогой друг. Давай поиграем в игру. Ты же любишь игры, правда? Игра очень простая. За каждый правильный ответ я буду снимать с твоей головы часть взрывчатки. Правильно ответишь на все. Ты свободен. Ну что, идёт? Ладно, ладно. И раз уж ты в этом костюме, все вопросы будут связаны с твоей любимой телепередачей. Хорошо. Готов? Первый вопрос. Как зовут главного злодея в приключениях капитана Бейсбольная Бита? Демон Максвелла! Демон Максвелла! Проще простого! Молодец, Винсон! А теперь, как я и обещал, поздравляю! Я снял половину бомбы. Ещё один правильный ответ. И ты свободен. Всё хорошо. Всё хорошо. Я справлюсь. Я справлюсь. И что за вопросы? Кто? Истинный создатель демона Максвелла. Доктор Энтропия, конечно. Нет, подожди. Что ты имеешь в виду? Истинный сценарист Сэмми Уоттерс. Впечатляет, Винсон. Но, к сожалению, ответ неправильный. Истинный создатель демона Максвелла. Джеймс Клерк Максвелл. Британский физик девятнадцатого века. Нечестно! Эй, дай мне ещё один шанс. Винни, Винсент, я бы рад. Но правило есть правило. Нет, пожалуйста, нет. Не убивай меня. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай меня. Вопрос на миллион. О, ничего себе. Чё там Макс, а тут плющит вообще уже не по-детски. Да, наверное, он близок к смерти. Смотрите, как всё тут перекосилось. Максвелл. Моно Сакс. Владимир Лэм. Кейт мёртв. Этого следовало ожидать. Никаких обид. Ещё не поздно, дорогая. Присоединяйся ко мне, и я всё прощу. Из нас выйдет чудная пара. Я король, А ты можешь стать моей королевой. Держи карман, Шиви. Видишь, ты всего лишь однорукий бандит. Убейте её. Убейте эту сучку. Однорукий бандит. Надпись на экране. Моно Сакс. А надпись на стене Ви означает Влад. Как бы намёк, помните? Фильм. Ви означает Вендетта. Продюсерами которого были братья Вачовски. Ух ты, это зеркало, что ли? Как интересно. Боже мой, куда же нам идти? Что-то я запутался. Тут же как в первой части. Макс, очнись. Просыпайся. У тебя ничего не выйдет. Меня привела сюда пуля в моей голове. Теперь у Макса есть пуля в голове. Макс, очнись. Просыпайся. Она была прекрасна. И я её ненавидел за свою слабость. Наконец, оказавшись с ней, я не хотел спешить с расспросами. Как ты? Влад отправился в особняк Уодена. Но куда ты пойдёшь? Не глупи, ты и так едва жив. Плевать. Это наши внутренние распри, Макс. Плюнь на них. Пожалуйста. Спастись – это не для меня. Хэппи-энда не будет. Ты идёшь со мной. Поздно. Я не мог ей доверять, пока не закончу дело. Почему? Глава седьмая – любовь зла. Влад был прав. Альтернатив не бывает. Движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что всё могло бы пойти иначе, начинают мерещиться развилки, как подстриженное деревце бонса или как пучок молнии. Если бы ты поступил по-другому, то сейчас это был бы не ты, а другой человек и мучился бы другими вопросами. Это хорошо сказано. Посапняк Уодена. И нас опередили. Веселье начинается. Я спущусь первым. Прикрой меня. Тревога, они здесь. Ёлы-палы. Ну что ж, в веселье мы продолжим уже в следующей серии. А сейчас я желаю вам всего самого доброго и всех благ.